Приветствую вас. Пожалуй, ключевым моментом является то, что вы считаете взрыв вашего мужа ни с того ни с сего. Вы говорите, что он ни с того ни с сего психанул и, соответственно, наделал много вещей неприятных. Я не думаю, что такие вещи происходят ни с того ни с сего. Я думаю, что такие вещи всегда имеют какие-то причины. Я думаю, что такие вещи всегда имеют под собой определенные основания. И я думаю, что эти основания вы не видите. Иначе бы для вас реакция мужа была бы не такой. В общем-то, тот факт, что вы считаете, что ваш муж психанул на ровном месте, говорит об этом, что не так хорошо вы его знаете. Не так хорошо он вас как человек, как личность интересует или волнует. Это первое. Второе. Второе. Обиду. Человек вас обидел. То есть, как бы идея заключается в том, что это заделал вас. И важно понимать, чем именно вас это заделал. Вы говорите, что я ему все высказал, что именно высказали. Складывается такое впечатление, что и у вас есть что-то из накопленного, из невыраженного ранее. Вы пишите, я мучаюсь. Он со мной не разговаривает, я не разговариваю тоже. Что делать? Что делать, чтобы что? Я бы сказал, что вам надо бы поисследовать, во-первых, психологическую игру «Скандал». И я думаю, что это послужит таким небольшим ключиком для того, чтобы двигаться дальше. Вы пишите, что ваш муж ходит деловой, как будто так и должно быть. Вот понимаете, вопрос здесь в том, насколько оправданы ваши ожидания. Насколько они реалистичны. С этим, я думаю, можно и нужно разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вы хотите, вы можете обратиться к любому специалисту и проконсультироваться с ним по вопросу, который вас волнует. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...